Один из самых популярных горнолыжных курортов России. Начиная с ноября в Шерегеше уже были забронированы все дома, отели, квартиры на Новый год. По сравнению с прошлыми годами туристов стало больше как минимум в два раза, говорят гиды, и это в период пандемии. Свежий воздух, это большие просторы, гор. Плотность населения в Шерегеше скапливается только в магазинах или в кафе-барах. Но там тоже есть ограничения, там сейчас не пускают людей, то есть только ограниченное количество человек. Ограничили также в прокатах, убрали все балаклавы, шлемы, перчатки, то есть те вещи, которые несут плотно контакт. Оставили только ботинки, сноуборды, лыжи. Это отдых доступен для каждого, потому что если сравнить с Сочи, допустим, с Красной Поляной, это гораздо дешевле уходит. Тур в среднем 6-6,5 тысяч на два дня. То же самое в Сочи, если поехать, то там будет раза в три дороже, минимум 20-ку оставишь. Мы новогодние каникулы решили провести в Питере. Нас, конечно, отговаривали, потому что все закрыто было, это, конечно, минус. Мы не сходили ни в какие музеи, но мы много гуляли, потому что были уличные рождественские ярмарки, разные рестораны, бары, все было достаточно открыто. И нас не испугал там коронавирус, и в принципе мы хорошо провели время. За последний год жители Алтайского края невольно раскусили, что такое внутренний туризм. Самые популярные маршруты по стране – Крым, Сочи, Шерегеш. Но в основном жители региона предпочли отдых дома – в Белокурихе, Ай-Березовой-Катуне. На Новый год отели там были загружены на 90%. Алтай в этом году очень популярен, и кроме того, еще не забывайте, что была очень интересная программа кэшбэка, когда турист мог вернуть 20% от оплаченной стоимости путевки, в том числе и на новогодние каникулы. Поэтому в разгар этой программы, это был ноябрь, это как раз и был пик продаж. Ежегодно несколько тысяч жителей региона уезжали встречать новогодние праздники в теплые страны. В этом году – единицы. Сегодня те, кто еще может себе позволить поездку за рубеж, боятся лететь в чужую страну во время пандемии, да и направления скудные. Через Новосибирск нам доступны лишь Занзибар и Турция. Туристы ждут новые маршруты. В настоящий момент прорабатывается идея оформления прививочного паспорта, соответственно. Если, как только большинство стран подпишет соответствующее соглашение, можно будет говорить об относительной свободе передвижения. Но мы все видим, насколько активно мутирует коронавирус. Крайне сложно сделать прогноз вот здесь и сейчас. Туроператоры еще надеются, что могут захватить хотя бы летний сезон, но уже готовы к любым ковидным сценариям. Люди очень соскучились по путешествиям. Мы это ощущаем по их звонкам, по их запросам. То есть люди хотят путешествовать. Но будем объективны. Просто не будет. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.